Приветствую всех поклонников жанра аниме и просто начинающих любителей рисовать Вы находитесь на канале Асурочка и сейчас я расскажу о том, как можно научиться рисовать в аниме стиле Вам понадобится листок, карандаш, ластик Для тех, кто рисует на компьютере, я использую программу Photoshop Создание любого рисунка персонажа начинается с построения При создании скетча более опытные художники к построению прибегают редко Когда их рука и глаз хорошо поставлены, рисовать правильно получается уже на автомате Тем не менее, построение это основа основ У любого человека существуют определенные человеческие пропорции Известно, что тело взрослого человека можно разделить на 8 голов Девушкам обычно приписывают около 7 Но аниме персонажи достаточно утрированы и вытянуты Потому мы будем использовать 8 Итак, в Photoshop я создала два слоя Нижний слой это мой черновик На нем я и буду откладывать пропорции Также не забываем про композицию Вот перед вами лежит чистый лист Постарайтесь уместить запланирование вами изображение так, чтобы оно четко вписывалось в ограниченную листом область Не оставляйте много воздуха Умейте скомпоновать рисунок грамотно Откладываем 8 равных друг друг уголов Я делаю это на черновом слое Обозначаем еремную ямку То место, где сходятся наши ключицы Для этого делим вторую голову пополам От еремной ямки в стороны откладываем две головы Это ширина плеч Половину второй головы делим еще раз пополам Это основание шеи Проведем осевую линию Первую голову делим пополам И у нас обозначается лобовая область и лицевая Под основанием второй головы обозначается грудь Отложив от еремной ямки треугольник, мы находим расположение сосков Поделив третью голову, мы обозначаем талию По основанию третьей головы находится пупок Основание туловища обозначаем примерно в конце четвертой головы Делим шестую голову пополам и находим область колен Середина восьмой головы Делим шестую головы это стопы Локти находятся на уровне талии Предплечье доходит до основания туловища Кисти немного не доходят до середины бедра Обозначим глазницы На нижней лицевой части носик и рот Рисуем уши Теперь все слои, которые у меня создались путем копирования голов Я объединяю в один черновой Делаю его прозрачным И начинаю дорабатывать рисунок поверх нижнего слоя Кто рисует от руки, использует ластик Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!